Я предлагаю начать из такого. В ночь на 31 июля Российская Федерация совершила одну из самых массовых масштабных атак на Киев с начала года. Воздушные силы Украины сбили 89 ударных дронов и ракету Х-59. Основной удар был направлен на Киев. Такое же количество шахедов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как и тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников, заявил командующий воздушными силами ВСУ. Юрий, как вы думаете, таким образом Путин склоняет сесть Украину за стол переговоров на своих условиях? Ну, во-первых, я хочу выразить поддержку просто героическому украинскому народу и благодарен всем тем, кто отразил эту атаку. Потому что, да, это комбинация, это западное, американское оружие, но и украинские бойцы, которые обезопасили и сбили 89 ударов. Это вдохновляет. Должно вдохновлять, по крайней мере. То, что мы сейчас наблюдаем из Соединенных Штатов, то, что ситуация конкретно изменилась. Мы шли к результату, когда были готовы к смертельной битве за демократию. Трамп не пройдет. Хоть за мертвого Джо Байдена, но проголосуем за демократа. И вдруг ситуация конкретно поменялась. И видно, что это понимание также отражается на том, что происходит на международной сцене. Потому что, когда у всех есть ощущение, что к власти идет Трамп, и, значит, теперь нужно готовиться к тому, что будет еще какое-то время Трампа. Возможно, больше выборов не будет. То это совсем другой мир, чем тот, в котором выясняется, что президент Камела Харрис сейчас выглядит как достаточно успешный кандидат на выборах в президенты. А это как раз тот человек, который встречался даже уже с президентом Зеленским недавно в Швейцарии. И туда ее прислали от администрации. То есть у нее уже личные отношения, она знакома с Зеленским, она знает Украину. И все вот эти моменты, мне кажется, являются очень хорошими сигналами для будущих четырех, если я уже не говорю, восьми лет, которые теперь мы имеем право обсуждать, потому что у Камела Харрис сейчас растет поддержка. Как на это будет реагировать Путин? Мы понимаем, что страх и запугивание, и шантаж – это ключевые части его стратегии. В принципе, его главное оружие – это запугать людей. И я надеюсь, что когда его удары отражаются, то это, наоборот, подбадривает и вдохновляет людей на более большое противостояние, потому что сдаваться России невозможно и нельзя. И Камела Харрис продолжит политику, которую сейчас ведет Байден. Это не та политика, которая устраивает украинцев, но это намного лучшая политика, чем ту, которую предлагает Дональд Трамп. И это, как вам сказать, фундаментальная проблема, потому что ни один из этих политиков не предлагает Украине решение украинских проблем, так, как Украина этого, возможно, хочет, потому что у всех свои интересы. И интересы Соединенных Штатов, чтобы Украина выстояла, чтобы Украина продолжала существовать как государство, как демократическая альтернатива России. Все это очень важно, но это не говорит о размерах этой страны. Размеры этой страны решают сами украинцы. И это, мне кажется, тот баланс, который должен существовать между союзником и страной, которая воевает. Потому что США при Байдене и при Хайс не будут говорить Украине, какие должны у нее быть границы. А при Трампе понятно, что он просто откажется от военной помощи, и все будет, так сказать, тут идет совсем в другую плоскость. Поэтому то, что сейчас Путин активизируется, конечно, у него сейчас надежда на то, что можно людей запугать. Он надеялся людей запугать вместе с Трампом. Но Трамп сейчас выглядит менее устрашаемым, чем он выглядел две недели назад. Поэтому сейчас как бы помощник Трампа уже не тот. Приходится теперь, видимо, больше надеяться на пушечное мясо, на ракеты, на севернокорейскую продукцию и так далее. Но тут приятно понимать, что из информации, которая есть в открытых источниках в США, за последние 5-6 недель украинцы уничтожили гигантское количество артиллерии российской. А это проблема для России заменить артиллерию, потому что Россия воюет, естественно, не от дома к дому, а просто разрушая города. Поэтому, уничтожая артиллерию, мы видим, что все пытаются на это каким-то образом реагировать. И я рад, что это неуспешная попытка России. Но Россия тоже, как вы понимаете, как вам сказать, это не похоже на страну, которая готова капитулировать. Поэтому просто с разных сторон все это просматривается. И я думаю, что Камала Харрис и президент Байден, который теперь свободен от УЗ, которые на него накладывает избирательная кампания, теперь может больше сконцентрироваться на том, чтобы добиться успеха в Украине. Потому что Камала Харрис хотела бы, чтобы войны закончились к ее моменту, когда она становится президентом. Это бы ей очень помогло. Поэтому, если Джо Байден может своими усилиями какими-то помочь ускорить победу Украины или закончить войну, которая происходит в Израиле, и сейчас, возможно, даже перерастет в еще более большой конфликт, спасибо агрессивной политике Израиля. И все это, конечно, отвлекает внимание от Украины. Но, тем не менее, Байден сейчас имеет большую возможность добиться чего-то. Возможно, атака на Киев — это использование того момента, что сейчас все заговорили Иран, Израиль и вот всю региональную ситуацию. И это означает, что меньше следят за Путиным, и он может этот момент как-то использовать. Тут могут быть разные оправдания, разные понимания, но главное, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, будут поддерживать Украину, и будут давать оружие, будут заказывать оружие. Все это будет продолжаться, если будет президентом Камала Харрис, как минимум еще четыре года, а, возможно, восемь лет. Я у меня такое подозрение, что это не хочет Путин. Юрий, дело в том, что Камала Харрис, она же официально еще не утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии, правильно, насколько мы понимаем? Поэтому еще нет от нее конкретного предложения, конкретно какой-то внешнеполитической повестки, что она предлагает. То есть мы можем пока только предполагать. И, конечно же, мы понимаем, как она относится к Украине. Она встречалась с Владимиром Зеленским, она присутствовала на саммите мира. Для нас это очень важно, как для страны. Но, тем не менее, конечно, мы ждем от нее конкретику. Но вместе с тем, вот Трамп сейчас уже созванивается с Зеленским. Он уже обещает закончить войну. Тут появляется Помпео, который описывает план Трампа, который предусматривает окончание войны в Украине. Что говорит Помпео? То есть серьезные вещи. США должны создать действенную программу ленд-лиза на 500 миллиардов долларов. США должны снять ограничения на типы оружия, которые может получить Украина и использовать против России. Дальше Помпео предлагает ввести реальные санкции против Российской Федерации. Также есть требования, чтобы члены Альянса выделяли больше помощи. Точнее, не помощи, а даже финансировали НАТО. Там 3%. То есть вот это оно как-то звучит убедительно. Или нет? Или совсем нет? Или это популистские заявления? Ну, смотрите, Ангелина, вы задали несколько вопросов в одном, поэтому давайте разбираться по очереди. Вначале политика Камалы Харрис и ее утверждение кандидатом, а потом дойдем до того, что Майк Помпео пытается вписаться в сегодняшнюю республиканскую партию безуспешно. Так вот, когда дело доходит до Камалы Харрис, я, как человек, который достаточно пристально сидит за американской политикой, просто поражен, насколько ничего не изменилось, кроме кандидатуры. То есть единственное, что изменилось, потому что все те же люди заправляют компании. Она говорит все те же вещи, что говорил Байден. Просто она это говорит громко, она это говорит задорно, и люди рады ей, и она возбуждает людей так, как Джо Байден не возбуждал. Но политика одна, то же самое. Поэтому говорить, что ожидать каких-то больших перемен, нет. Это люди, которые винили Соединенные Штаты в том, что это оказывается вина Соединенных Штатов, что Путин напал на Украину, и что это все вина Соединенных Штатов, и США могли бы все тут изменить. Они не потеряют работу, потому что они также могут это говорить про Камалу Харрис, и они будут это говорить, что она нерешительная, что она не хочет войны с Россией, какая она дура. Я не знаю, что про нее придумают, учитывая, что мы еще говорим про патриархальный русский мир, ее назовут цветной женщиной, бабой, ну, по списку. Поэтому я как бы, в общем, тут сюрпризов нет, новостей нет. Будет политика Байдена Харрис, и это то, что ожидается. И можно сказать, что этого недостаточно. Ну да, этого недостаточно. Но вот это то, что есть, и это то, что будет. С этим нужно жить, и с этим нужно делать какие-то планы, и развивать, не обвиняя Соединенные Штаты в том, что они такие, какие они есть, а понимая то, что Соединенные Штаты такие, какие они есть, с ними работать. Но когда мы говорим о том, что Зеленский и Трамп, это непонимание того, как работает эта страна. Потому что, смотрите, во-первых, Помпео просто пытается вписаться в собственную партию, из которой его выкинули. Потому что, смотрите, кто еще туда пришел из бывших республиканцев? Никто. Потому что это новая партия, они реформатировались, теперь у них совсем другие запросы. И появляется Майк Помпео, похудевший, загоревший, никому не нужный, со своим каким-то планом для Трампа. Ну, это значит, во-первых. Во-вторых, Трамп. Трамп этот план не возьмет, потому что это план для Трампа. Я тоже могу нарисовать картинку для Трампа. Любовь, который делает это, а тот, который хочет, это традиция в американской политике. Писать статьи какие-то с планами. Если в вашей день нравится политику, то вас могут куда-то попросить. Например, генеральный прокурор Бар, который был, значит, он был генеральным прокурором у Буша Папы, а тут он стал писать статьи при Трампе-президенте, что президенту нужно делать все, что хочет. Президент такая фигура. Он говорит, понравился Трампу, взял и делал генеральным прокурором. Так что такое возможности. Но только возьмут Пампео за его план. Ноль. Потому что это не тот план, который сейчас ищет Трамп. Для него план это все, бросить Украину и все. И третий момент. Трамп сейчас проигрывает. Поэтому это Пампео, который пытается решить свои личные проблемы, пытаясь договориться с проигрывающей партией, с проигрывающим кандидатом, который враждебно настроен к Украине. Но это просто, я не понимаю, мы как бы, с одной стороны, это важно для понимания американского процесса политического, а с другой стороны, пустая трата времени, потому что единственная помощь для Украины всегда будет от демократов. Потому что республиканцы, те, которые хотели быть за Украину, их уже выкинули из республиканской партии. Они бездомные. Говорит, что вы знаете, Рейган, Рейгана давно уже нет. Рейгановских республиканцев попросили покинуть Ники Хейли. Сказала, что она главная, первая, она поддерживает Трампа. Поэтому там изоляционисты, там про Россию, про Кремль, и по их методичкам видно, что они говорят то же самое, что и Кремль. Поэтому надеяться на то, что к власти Трамп и каким-то образом это поможет Украине, ну, значит, обманывать себя. И если людям нравится этим заниматься, или они чувствуют, что они обязаны этим заниматься, потому что как же так может быть, ну, вот так может быть, потому что Трамп это будет политика Путина. Это так однозначно, что мы просто это обсуждаем, меняются, знаете, даже можно менять что-то, но помпея обсуждать. Мы возвращаемся к одной и той же вещи. Демократы поддерживают закон и порядок за то, чтобы демократии выстояли и устояли против авторитарных режимов, а Трамп и республиканцы, сегодняшние республиканцы абсолютно за авторитарных лидеров. И вот эти все попытки того, что нам нужно быть лидером на мировой сцене, эти люди уже не республиканцы. Я не знаю, кто они. Ну, я говорю, это политические бездомные. Редактор субтитров А.Семкин